Всем привет дорогие зрители и подписчики, мы продолжаем играть в SVTOR за нашу джедайку, шпильку, асоку тана. Давно не было серии и я записываю другой программой shadow play, к сожалению что-то опять начинаются проблемы с бандикамом, не хочет он ловить эту игру, то есть вообще ошибку выкидывает не хочет записывать, поэтому мой голос немного наверное будет искаженный все из-за этого shadow play, ну не то что искаженный с всякими хрипами там и там подобными вещами, но картинка должна быть хорошая по крайней мере. Так, в предыдущей серии давайте вспомним, что мы там делали. Я на Наршаде, чтобы прикрыть проект PowerGuard и найти агента Галина. После того как я победил командора Граула в лаборатории PowerGuard этого проекта, я раздобыл зашифрованный датапад SAS, разведочка республики, сможет расшифровать и узнать больше из этого датапада. Вернитесь к шефу Райкину в SAS. Вот так вот. Погнали, погнали. Так, я так давно не играл, что уже не помню, где что у меня на панельке. Ух, подлагивает немного, видимо из-за этого shadow play. Так, налево куда-то. Здесь мы можем взять кодекс. Статуя Карага Унилдинг, не знаю как это переводится. Юнайлдинг, блин, я даже прочитать не могу. Веселятся люди, наршады, танцуют, веселятся. Молодцы. Ну что ж, говорим с шефом Райкиным, идем по сюжету. Второстепенных заданий на этой планете делать не будем. Ох ты и трупы. Кто-то напал на штаб-квартиру SAS, но ничего удивительного. Это было и так понятно, их раскрыли. Райкин не хотел слушать своего товарища. Лежать, засранец. Ой. Так, кнопку Т я так и не исправил. У меня Блейдсторм на Т стоит, но при этом нажав на Т у меня открывается вот эта хрень. Туториал. Давайте-ка быстренько исправим. Эм... 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 Квэкбар... Эм... Бейбар... Эмбинд... Ну-ка, все. Больше не будет выскакивать. Левел 2. Повсюду враги и это Раикин мертвый валяется. Какая печалька. Почему что нас не слушал засранец? Вот он бедняжка. Надо было слушать. Я его предупреждал. Я говорил Раикину, что база скомпрометирована. Шеф мертв. Они все мертвы. Что это были за твари? Кстати, да, на них же напали вот эти вот универсальные солдаты, которых Республика тут изначально создавала и Империя взяла под контроль из Power Guard проекта. Это Power Guards. Ну, конечно. Ну, конечно. Он говорит, что эти смерти на мне, потому что я их не предупредил по поводу этого оружия, по поводу этих вот суперсолдат. Мол, я держал их в неведении. Это ваш шеф Раикин виноват, засранец. У меня не было времени вас предупредить. Гнев тебе ничем не поможет, дружище. Он говорит, что со смертью Раикина он стал старшим офицером. И эта миссия закончена. Агент Диас, мы уходим. Извини, друг, но здесь ты сам по себе, говорит мне, говорит нашей шпильке. Вот засранец. Помоги мне хотя бы. Мы можем его, кстати, принудить, но так как я сказал, что мы будем отыгрывать доброго персонажа в дальнейшем. Хотя начали мы, конечно, не очень хорошо. Не очень по-доброму. Можно его ударить по-злому совсем. Помоги мне, короче, расшифровать датапад хотя бы. Я говорю, что Раикин обещал. Короче, ну, по поводу спора, который там состоялся, я попросил расшифровать датапад, мол, Раикин обещал мне это. Наш новый старший офицер сказал, ну, тогда с Раикиным и обсуди, он там валяется мертвый. Агент Диа с ним не согласился, сказал, что этот джедай единственное, что может остановить этих пауэргард бойцов. Короче, не стал выполнять приказ. Молодец. Он, короче, узнает координаты имперской фабрики на индустриальном уровне. Короче, там что-то ждет нас. Ну, короче, они поджав хвосты убегают, а мы идем на намеченные координаты, которые были в датападе. Видимо, имперцы там прячутся. Надеюсь, мы сейчас встретим того Сита из предыдущей серии, который оскорблял, которого, точнее, оскорблял Акира. Надерем ему попец. Блин, что-то подлагивает довольно-таки серьезно. Мне это не нравится. Надеюсь, я разберусь с бандикамом к следующей серии, потому что эта программа мне совсем не нравится. Здесь даже паузы нету. Твилекский язык и лечей. Интересно. Вроде твилеки на этом языке разговаривают. Или это язык хатов. Лоуэйндастриал сектор. Такси. Аж 17 человек сейчас на наршаде. Для будничного утра это, конечно, немало. Кстати, сервера, по-моему, были объединены. А то в списке серверов у меня всего 4 сервера. Наверное, поэтому людей чуть-чуть больше, чем обычно. Нам в самый конец нужно ехать. Приветики, бойцы. Я тут... Я свой. Я тоже имперец. Все нормально. Не обращайте на меня внимания. И мы со всем справимся. По прямой. Дроид, только не сагрись на меня. Спасибо. Как я всех миновал. Ни с кем драться не пришлось. Ой. А тут придется, похоже. Получай, засранец. Да блин. Все? Кира всех убила? И вам приветики. Так, у меня есть дота. Это вот это, да? Force Melt. Ой, извиняюсь. Я с утреца играю с самого, так что зеваю маленько. Так. Ага. Вот тут надо. Тебе не стоило приходить. Короче, мне не стоило приходить. Он уже заставил, говорит, убить его, ну, предать его товарищей агентов. Это он нам говорит. Что с тобой стало? Спрашивает Кира. Когда я сопротивляюсь, я чувствую боль. Он всегда побеждает. Агента Галина, видимо, переделали. В проект Power Guard. Сделали из него суперсолдата, как в фильме. С этим. С Ван Дамом. Ну, и голос у него погрубел. Если помните, мы встречали его на Коросанте. Дай тебе помочь, дружище. Я буду снять контроль над тобой. Я предупрежусь. Субтитры. Он здесь. Ничего больше виритативного, чем деда, который не умрет. Ну, короче, ему не нравится, что джедай все время вмешивается в его делишки. Твоим палачом, говорит мне, будет мой бывший союзник. Новая сила агента Галина. Сравнима только с его подчинением. Но он настолько уверен, что агент Галин, короче, меня убьет. Настолько он силен. Он будет сопротивляться тебе, засранец. Он мог атаковать, но не атаковал. Его воля сильнее твоей. Его пока недостаточно мотивировали. Галин, уничтожь моего врага. Я не подчинюсь. Он перепаял ему мозги. Да, цель джедай. Я же говорил, он всегда побеждает. Борись. Агент Галин. Борись. Давай же, друг. Сдавайся. Надеюсь, ты живой, друг. Остановись. Я контролирую себя. Урон, который ты нанесла, наконец-то позволил мне освободиться. Я чувствую, как системы начинают чинить сами себя. Я тебе помогу. Как тебя освободить от контроля ситов? Нельзя убрать эти машины без того, чтобы убить меня. Садик собирается построить еще больше таких, вот как он, кибернетических организмов. Армию, чтобы покорить Наршаду. Это меня не напугает, дружище. Из-за того, что я видел, что твои пауэргарди не так тяжелые. Марк 1 и 2, которые были первые эксперименты. Марк 3. Практически нестабильный. Садик строил свою армию в Шадо-Тау, в империально-контрольном секторе. Настые люди на Наршаду. И Мэтт стоит много. Я даю тебе координаты. Ах! Нуралово-борайс, мы начали. Ничего еще надо делать. Убейте меня! Короче, он говорит, что... Ну, я ему сказал, мол, эти кибернетические люди, они слабые. Я их легко побеждаю. Он объяснил, что это потому, что это первый вариант технологии, ну, 1.01 и 1.02, да, версия. Но есть и третья версия, которую практически нельзя остановить ничем. Вот. Он дал мне координаты, где находится база этого садика, да, где он там строит свою армию. И тут он опять начал терять контроль, кричит и просит его убить. Я не буду тебя убивать, дружище. Должен быть путь освободить тебя. Дай мне время победить садика. Даже если садик не будет меня контролировать, я не буду жить таким... тем, кем я стал. Извини. Но я не убью тебя. Да, надо найти базу. Короче, он недоволен тем, что мы не стали его убивать. Вот. Можно было попросить его помочь нам убить садика. Но я... Я что-то такое припоминаю. Где-то видел, что он, по-моему, умрет, если... Если мы возьмем его с собой. Хотя, может... Может, это и не так. Так что я решил просто, чтобы он ушел. Так, нам на... На гейт. Давайте просто телепортируемся. Ах ты, гребаный... Дройд. Помешал мне. Ну что ж. Все понятно. Лорд Садик хочет... Настроить себе армию из этих... Из этих... Андроидов или дроидов, или каких-то... Нет, подожди, не дроиды. Кибернетические организмы. Вот. И... Покорить Наршаду. Взять ее под контроль. Надо его остановить. Так. Все просто, в принципе. Ша... 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 Д... Дон. Подожди, как написано? Шаудон. Шоу-даун. Вот как это слово читается. Шоу-даун. Блин, опять зевнул. Сорян, друзья. Сорян, дружки. Возможно, Наршадан на меня так влияет. Это моя самая... Нелюбимая планета. Ну, то есть, она, конечно, прикольная. Яркие огни. Ночного города. Супергорода. Но постоянно здесь находиться, это... Как-то меня печалит местная атмосфера. Уж не знаю почему. Я нашел свой стелс. Так, нам опять нужно ехать через... Через... Весь этот район. В самый конец. Не, я понимаю, почему они так далеко квесты запихивают. Чтобы второстепенные можно было бы выполнить. До того, как вы по основному заданию придете. Но мы играем без них, без второстепенных. Поэтому мы просто ездим. Катаемся на зверушках. Проходим, проходим, проходим. Датакрон где-то здесь. Ни разу на наршаде не пытался найти датакроны. Дефит марк 3 пауэргардс. Роботы третьего поколения. Точнее, киборги. Мне тут сказали, ребят, что вы тут суперсильные. А ну-ка докажите. Что-то не похоже. Походу, агент Галин меня обманул. Да. Армия слабаков, я бы сказал. Галин, ну блин, я же тебя отпустил. Ну на... На кой хрен ты приперся, дурилка? Третье поколение сильнее, чем я думал. Посмотри на эти раны. Мы ничего не можем сделать для него. У меня нет... Сожалений, это был мой выбор. Блин, я, видимо, не тот вариант выбрал. Чтобы он выжил. Надо было сказать ему, чтобы он со мной пошел. Чувак помрет. Ты храбро сражался, друг. Тебя запомнит как герой Агалин. Обещаю. Я не ради величия брал эту работу. Найди садика, уничтожь проект. Я рассчитываю на тебя. И откинул Каньки, бедняга. Ну дурачок, нафига он сам пошел? Но в одиночку. А вот и садик. Я отомщу. За агента Галина. Ты сильнее, чем... Ты достаточно сильна, чтобы пройти так далеко, но недостаточно сильна. Я больше сид теперь. Я намного более силен. Великолепная технология. Я только что подсчитал 17 разных путей покончить с твоей жизнью. Он, похоже, применил этот проект на себе. Ну. Вставил там себе улучшения. Всякие. Этого будет недостаточно, дружище. Я уже подсчитал 18 путей убить тебя. Хе-хе-хе. Ты 17, а я 18. Подсчитывай сколько хочешь. Сила со мной. Сила? И это все? Жаль, что ты никогда не поймешь, какая настоящая сила. Возможно, я добавлю тебя в свою армию, в конце концов. Анграл будет этим доволен. Дарт Анграл. Я, возможно, даже оставлю твой разум в целости. В целости. Как я поступил с агентом Галлином. Анграл. На Анграла работает засранец. Я, по ходу дела, вспоминаю, что там было. С чего все началось. А мы же на Коросэнте убили сына Анграла, да? И вот он теперь со злости начал нам тут козни строить по всем планетам. Твое зло закончится сейчас. Так, сдавайся, Эллио-Мари. Это твой последний шанс. Сдавайся. Немедленно. Только Слабак предлагает сдаться. Я не Слабак. Да я могу прыгнуть на тебя или нет? Готов, голубчик. Да, что-то ему не помогло. Не помогли и улучшения, которые он там себе навставлял. Все, готов, голубчик. О, неужели? Они пришли на помощь, когда все уже готово. Я все сделал, они только появились. Поздравить, видимо, меня хотят. Не удивляюсь, это наша работа, следить за людьми. Агент Диаз подложил тебе жучок. Стандартная процедура. Стандартная процедура. Стандартная процедура. Не злись. Мы бы могли прийти раньше, но пробраться на имперскую территорию без светового меча это сложно. Ну, лучше поздно, чем никогда. Мы ненадолго. Это отряд Черная Звезда, спецоперации. Мы взорвем эту точку. Короче, как только мы заберем отсюда все важные данные, они взорвут тут все. Я обнаружил файлы по проекту Пауэргард, а также записи, как ситхи их контролировали. Что с этим делать, спрашивает. Ну, просит приказы. Уничтожь весь проект. Эта технология слишком ужасна, чтобы существовать. Сотрите данные. Я не согласен, но я не буду противоречить, говорит. Ему понравилось с нами работать, и он сказал, что нужно связаться с генералом Варсунта и на корабле. Ну что ж, мы, похоже, возвращаемся в космопорт. В спейспорт. На наш корабль. Прыгаем на маунта. Так, где тут у джедаи паркуется? Что ж, сейчас доложим генералу Варсунте об успехе или о провале. Агент Галин все же погиб. Одна из задач была найти Галина. Мы его нашли, и он решил самоубийцам... Самоубийцам... В одиночку. Хотя это я его подтолкнул. Маленько. Не тот вариант, видимо, выбрал. Прощай, наршада. Ты мне надоела. Хоть мы и не так долго были на этой планете. Сколько там? Три серии, да? С учетом этой... Три-четыре серии. Три-четыре серии. Вперед. Докладываться. Спасибо, дроид. Спасибо. Мы еле-еле избежали катастрофу, но многие хорошие люди погибли. Мы работали вместе с годами. Это слышно от специального агента Тандера. Его команда уничтожила все тренировки, что случилось в этой сифт-басе. Спасибо, что уничтожили файлы. Продолжение этого проекта был большой ошибок моей карьеры. Короче, мы потеряли многих хороших ребят и еле-еле избежали катастрофу. Он говорит, что файлы по проекту PowerGuard уничтожены. Благодарит нас за то, что мы их уничтожили. Одобрение этого проекта было его величайшей ошибкой в карьере. Учись на своих ошибках, дружище. Никогда не позволяйте страх за компромиссу твоих идеалов. Если только это было так просто. Республика's позиция на Нар-Шаддаа в лучшем случае не опасна. Только ты, я и САЭС будут знать, что тут произошло. Нельзя допустить утечки информации, так как наша позиция на Нар-Шадде шаткая. Отличный план. Блин, я не то сказал, что хотел. Спасибо. Я знаю, что ты, наверное, употребляешься, но враг не уничтожил. Ниже мы можем уничтожить. Мы все равно нужны в Антарасе. Закрыть курс по нему сразу. Варсутра, отлично. Я еще сказал, что ты, наверное, устала, шпилька, но у нас еще есть дела на Нар-Шадде. Там и встретимся. Вот. И мы с вами тоже встретимся уже в следующей серии на Нар-Шадде. Вот. А пока что я с вами попрощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И увидимся в следующих сериях. Всем пока.